Игра в лазерную войнушку вместо уроков. Днем в пятницу в областном центре состоялся школьный турнир по лазертагу для старшеклассников. Участие приняли 13 команд. Правила невероятно простые. Побеждают те, кто сумел максимально эффективно поразить игроков-соперников. Мы рассчитывали, конечно, что будет больше команд. Рассчитывали, что будет со всех школ, но подали только 13. Планировали раза в три примерно больше участников. Поэтому изначально соревнования планировали в течение двух дней проводить. Но так как все 13, поэтому все за один день пройдет. Финал и полуфинал. Мало. Почему мало? Не можно сказать. Заявки отправлялись во все школы. Возможно, если бы в школах приняли более активное участие, может быть популяризация лазертака как-то стало бы более масштабнее. Лазертак – игра стратегическая. Тут важно метко стрелять и быстро соображать. По сравнению с пейнтболом и страйкболом лазертак имеет существенные преимущества. Картриджи не нужно перезаряжать, количество зарядов не лимитировано. Плюс игра очень зрелищная, а главное – нравится подросткам. Можно побегать от души и выбрать оружие по вкусу. В состязаниях два основных сценария – встречный бой и захват контрольной точки. Удерживать ее нужно 4 минуты. Лазертак мне нравится тем, что погружает в компьютерные игры, которые все сейчас любят. Плюс подвижная игра, то есть спорт какой-то. Очень интересно погружаться в мир виртуальных игр только в настоящий. Мы как бы не тренируемся, мы школьная команда. Команда очень сложная, дружная. С самого детства вместе играем на разных соревнованиях. То есть девиз есть у команды – все хорошо. В лазертак в ивановских школах не играют. Собравшиеся здесь – это те, кто тренируется самостоятельно в коммерческих клубах. Игроки мечтают о популяризации этого зрелищного спорта. Следующая игра для учащихся колледжей состоится в январе. В марте встретятся игроки в лазертак со всего региона, а финал будет в апреле.